Каждый год в День Учителя, Педагоги, Учреждений Дополнительного Образования, Спорта, Отдыха и Оздоровления, Молодежной Политики собираются, чтобы подвести итоги работы летом, поделиться опытом, поговорить о перспективах. Открывая конференцию, директор Департамента по делам молодежи и спорта поздравила педагогов и отметила их огромный вклад в развитие детей Сарова. Нет, наверное, работы действительно благороднее. Открывать новый мир детям, давать им старт, давать возможности реализовывать себя, но при этом отдавая честь души и каждый день оставляя это кусочек на работе вместе с этими детьми, родителями. Достижения волонтеров и преподавателей, успешные проекты, проблемные места и зоны роста. Спектр тем для обсуждения всегда широкий. Большое внимание в этот раз уделили волонтерским практикам. Тема добровольчества с каждым годом становится все более актуальной. Растет число людей, которые присоединяются к волонтерским движениям. Своими наработками в этой сфере поделились и представители ресурсного центра добровольчества и центра внешкольной работы. На базе центра внешкольной работы существует центр патриотического воспитания. Большая площадка, которая объединяет все, старается объединить, обобщить работу. Все военно-исторические, патриотические клубы являются таким генератором, координатором этой работы в городе. Это первое. Второе. На базе центра внешкольной работы работают несколько волонтерских объединений. Поэтому нам есть чем поделиться. У нас богатый опыт в этом направлении. У нас несколько направлений. Что хочется сказать тоже, что на каждом направлении практически разные люди работают. То есть разные волонтерские отряды, можно сказать. Значит, одно направление – это, конечно же, помощь животным, помощь приютам. Второе направление – как воспитывать, как содержать и как решать насущные проблемы. Информационную поддержку именно. Туда же входит у нас консультация. Большое внимание на конференцию уделили развитию спорта. Представители спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» рассказали об опыте проведения в нашем городе крупнейших соревнований. Чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжным гонкам и лыжероллерам и кроссу. Чемпионату России по лыжероллерам. В этом году осенью приехало очень много народу. То есть состав был спортсменов более 180 участников. То есть это для нас рекорд. Наш уровень соревнований всегда оценивается на высоком уровне, потому что мы очень сознательно и основательно подходим и готовимся. Также речь шла о внедрении ГТО в школах. Сегодня золотой знак комплекса может давать дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. И сотрудники центра тестирования всячески стараются популяризировать ГТО и дать возможность как можно большему количеству детей сдать нормативы. Сдача идет не только на площадках ИКР. Судейские бригады выезжают и в школы. Да, дети спортивные сдают нормативы, но до знака доходят не все. И в первую очередь, мне кажется, проблема в том, что не все информированы. То есть они считают, что вот они сдали четыре норматива, им положено знак. А на самом деле там нормативов-то должно быть в два раза больше. По традиции на конференции наградили тех, кто добился больших успехов в своей деятельности. Один за другим сотрудники учреждения Департамента по делам молодежи и спорта поднимались на сцену, чтобы получить почетные грамоты из рук Алексея Сафонова и Ларисы Пустынниковой. Также глава города обозначил для гостей встречи задачу – придумать план развития нашей территории. Понять, какой город должен быть с точки зрения вашего профессионального взгляда в горизонте 2030, посмотреть 2050. Какие жители должны быть, чем они заниматься, чем увлекаться, какие достижения мы должны получить. Алексей Сафонов отметил, что в декабре пройдет Госсовет по развитию таких городов, как наш, где нужно будет представить план развития, показать, какие объекты нужно создать, какие сервисы должны быть предоставлены горожанам. И решить эту задачу нужно сообща, прислушиваясь к мнению представителей всех сфер общественной жизни. Продолжение следует...